Добрый вечер! Ну и что тут у тебя? Ведра, какая-то приспособа интересная. Я работаю в паре с матушкой. Вот этот огород Игнатьич попросил картошкой не садить. Почему? Потому что здесь очень много жуков в том году было. Мы что только не делали, все равно они у нас почти картошку доели. Картошка была, но мелкая. Вот, и она посоветовала что-нибудь посыть другое. Вот я решил, она, говорит, подошла к Игорю Барбашу, жена где у него там, зерноскладная, а у него там с угла вывалился вот этот горох. И он я разрешил взять. Говорит, сколько можешь уносить. Одно ведро я вот сегодня днем засадил вот этот участок полностью. Это я сегодня засадил. Сейчас мы вот пришли с вечерней службы, были на вечернюю. Вот после вечерней службы я решил еще посадить. А садил-то одной тяпкой, делал бору. А потом думает, это же очень долго. Вот такую конструкцию придумал. То есть просверлил, чтобы не расщеплять сам этот древесин. И на саморезе посадил здесь до жесткости. Ну, ты покажи, ну-ка, как ты. Тут у нас еще чем этот огород знаменит, то, что он называется самый хреновый огород. То есть очень много хрена. Я думал, самый плохой, смешно. Можно было бы как-то на нем озолотиться, но куда его сдавать-то? У нас тут далеко, ни города, ничего рядом нету. В смысле, куда потом золото сдавать? Нет, я имею в виду хреновый огород. Корни хреновый огород тоже, в принципе, хороший. Ну да. Везде в заготовках, везде используется. Ну, можно... Это изделие, можно сказать, наш ответ Илону Маску. Вот. Это в Америке, там, значит, глава компании Тесла Мобиль, они придумали автомобили на батарейке. И, как бы, там хватает ее что-то на 500 или на 300 километров. Ну, вот. Там такие хорошие автомобили, как бы, но... Там тоже много недочетов. Говорят, что эти автомобили, бывает так, это возгораются сами по себе. Вот. Автомобиль очень быстро горит. Были случаи. Ну, и там они ракету придумали. Falcon 9 выпустили. Долго они ее запускали, чтобы ракета, которая сама возвращается на землю, в общем... Ну, вот. Поэтому, когда мы что-то делаем такое, мы тоже что-то умеем. Не только они там умеют. Ну, видишь, у нас же свои масштабы. Игорь, барабаш ему проще, насеял какой-то раз и поехал сажать. Ну, раз у меня такой возможности нету, я... Так, помилуй. Так, и дальше. Ага, вот так вот, да? Ну, единственное, я не знаю, как придумаешь об селе. То есть, какую конструкцию. Может, она уже есть, просто я от нее не знаю. Ну, как раньше. Может, такой сит надо повешать на шею. И как лукошка такая. Нет, а ты чего? Надо... Там же... Зачем? Чтобы прям через ситок разобрали? Да нет, просто показывать на картинах, что... Как они там раскидывали. Да, да, они раскидывали. Нет, обровочки надо, зачем раскидывали? Ну, не знаю, подумай. Ты, в общем, как это, конструктор тут местный кулибин. Так что, я думаю, еще не время придет. Какой кулибин? Ну, как, уже столько вещей придумал. Они все такие, топорные. Человек, конечно, более, который практичен, он будет более так, ну, проще работать. На крайней мере, они работают, работают. Это получается. Да. Смотри, это получается, ты умножил на два, как бы сократил свое время, видишь? Можно было бы и как-то еще сделать, чтобы больше, но, опять же, большая же нагрузка тоже нет. А, в смысле, еще тяпки накрутить? Ну, да, как бы, чтобы побольше было. Но это надо уже больше... Тогда уже неудобно, да, будет держать? Это надо уже делать какие-то лямки, наверное, через плечи, чтобы можно было тянуть и разбивать. В два раза быстрее сделал, в два раза больше времени появилось. То есть можно больше посидеть в интернете, ролики посмотреть. Слушай, из интернета очень многое берешь. Даже вот я тут делал, у меня там несколько роликов уже стоили, чтобы... Там показывают, как, ну, понимаете, 6-метровые делали. А я сделал с высшими, 2-10, метр 84 большие ремни. Бутылки маленькие или большие? Полторашки. Полторашки, да, в мешок просто набиваешь, завяжешь. А большие не рекомендуют 5-литровки? Тоже быть, рекомендуют. Ну, вот у нас же эти полторашек, их просто девать нету. А 5-литровые, они сгодятся. Где-то воду нагревать, таскать надо. То есть, их более, они здесь удобны. Понятно. Слушай, сегодня это... Давайте, покажу немножко. Вы сегодня у меня тоже плод брали. Что скажешь по нему? Да, ну, я вообще поражен. Такой пулот прям классный. Сколько вас человек поместилось? Нас 4 человека было. Ты сказал, Володя сказал, чтобы там больше 200 килограммов. Вот, посчитали, наверное, так и получилось. Там даже, может быть, даже чуть больше. Мы еще клетку везли там большую, поэтому нормально. А как он, на сколько утопил воду? Ну, нормально, мы стояли. Я босиком раздел и ботинки снял. Вода заливалась на ней? Нет, нет, нет. Просто заливалась, когда мы там устанавливали, там, понятно, крен. Ну, да, да. Вот, а так, был шторм, там, не знаю, сколько баллов. Да, сегодня ветер сильный, да. Это единственный минус у этого плота. То есть, против ветра очень тяжело на нем грипп стихать. Так мы еще стоим, такая парусность. Потом уже, как и грипп стихать. Нормально было. А чем посоветуешь еще добавить? Не знаю, надо еще... Еще так, что-то ты говорил, там, какие-то везли. А, выключены, что ли? Что может быть этими грипп стихать? Ну, тут, видишь, плод, я думаю, что просто два весла и два гриппа. Раз-раз. Конечно, такая экстремальная погода. Это же плод, это не лодка. Ну, да. Он такой, как баржа, неповоротливый. Ну, извини меня, мы четыре сели, еще груз переплыли. Ну, да. Так что здорово, молодец. Ну, слава богу, да, по милости божьей это все. Ну, все, брат, спасибо, Христос. Давай, спасибо, Христос вам. Я тоже. Слава Христу. Аллилуйя.